Здравствуйте! Так сложилось, что большую часть моей жизни я провел вблизи от опушки самого большого в мире лесного массива в черте города, Лосиного острова, прекрасный вид на который открывается из моего окна. Из этого же окна видна и Кремлевская башня с Иваном Великим и Останкинская, разнообразная жизнь спального района мегаполиса. Но соседству с лесом я обязан склонностью рассказывать истории на языке видео и тем, что только что было написано под моим именем. Уже лет пять, с апреля по август, я часто встаю за полтора часа до рассвета. Растворяющееся в кофе молоко неизменно напоминает метеокарту с ее атмосферными фронтами, циклонами и антициклонами. Я собираюсь. Немногие видели собственный двор в такое время, когда здесь хозяйничают вороны, кошки и собаки. Самый большой в мире городской лес – это малая часть Лосиного острова, отрезанная от его большей части Московской кольцевой автодорогой. Весной соловьи здесь заливаются по утрам своими трелями и дразнят меня, ибо их каждый раз хочется снять получше, чем прежде, а они искусно прячутся. На это уходит время, и можно опоздать снять что-то более удивительное в глубине леса. Чтобы увидеть невиданное, надо проснуться, когда все спят, и отправиться туда, куда никто не ходит. Пешеходный мост через кольцевую дорогу приводит в совсем другой мир. Субтитры создавал DimaTorzok Под впечатлением от книги Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Я долго бродил по Лосиному острову лет с 12, мечтая найти здесь что-нибудь удивительное. Вдруг наткнулся на Лосиху с лосенком. Никакими словами передать то, что я в тот момент чувствовал, невозможно. Для этого нужна была профессиональная видеокамера. В тот момент, лет за 20, до того, как я сам это понял, определилось мое нынешнее занятие. Годы спустя мне захотелось снять фильм об одном удивительном детском воспоминании. В весеннем лесу, затопленном, как сейчас уже не бывает, водная гладь сплошь пестрит светло-голубыми треугольными мордами самцов травяной лягушки, какими они становятся на неделю-другую весной. Притом булькают, подобно гейзеру. В 21 веке сперва удалось найти только зеленых лягушек, озерных. Года три спустя увидел тех самых синих. Сейчас концертов, вроде того, что я снять еще успел, уже нет. Амфибии вымирают по всему миру, вероятно, из-за глобального потепления. Но в поисках синих лягушек я нашел нечто, зачем возвращаюсь сюда снова и снова. В лесу обостряются все чувства. Начинаешь слышать самые тихие шорохи и замечать малейшие движения. Наверное, это просыпаются древние инстинкты, доставшиеся от предков. Их будет само попадание в родную для них среду. Именно это особое состояние должно быть посещает человека в храме. Может быть, потому что огромные колонны заменяют деревья и включают те самые древние программы. Однажды деревья колонны зашевелились. Это были олеги. Похоже на детский ребус. Угадай, что нарисовано на этой картинке. Стоит только им замереть, и они опять растворяются среди ветвей. Я тогда и не знал, что в подмосковном лесу могут обитать такие неместные животные. Оказалось, что это потомство оленей, привезенных сюда в 60-е годы из Приморья. В Советском Союзе любили безумные эксперименты, вы помните. Теперь я часто встречаю оленьи стада с апреля по июнь. Зиму они проводят в загонах, поскольку так и не научились добывать себе пропитание из-под снега. Видно, он у них в Приморье как-то помягче. В июне разбредаются по лесу попарно, с потомством, становятся осторожнее и увидеть их труднее. Другие, гораздо более малочисленные и пугливые переселенцы советских времен – косули. Отличаются от оленей окраской и простой формой рогов. Они здесь из Сибири и, вероятно, зимой могут прокормиться сами. Сибири и Сибири Однажды снова я краем глаза заметил, что темное пятно, то ли тень, то ли пень, самостоятельно движется. Через пару секунд понял – это, наконец, лось. Первое впечатление всегда запоминается лучше всех последующих. Тогда казалось, что лес, наконец, приоткрыл мне одну из своих тайн. Со временем к нему начинаешь относиться как к живому существу. Встреченные звери – это его подарки. А если он не в духе, то даже не придется доставать камеру из сумки. Вероятно, так к нему относились когда-то обитавшие здесь вятичи. И именно из этих древних инстинктов вырастают языческие верования с одушевлением всей окружающей природы. Как-то раз я еще не успел перейти границу миров. Вдруг движение сбоку. Снова лось – в узком языке леса между дорогой и жилыми районами. Только теперь он не пасся где-то вдали, а разглядывал меня в упор. Я битых полчаса снимал его отдыхающим, пасущимся и праздно шатающимся по парку. И только еще через пару лет я догадался, что ничего необычного тут нет. Лоси, запертые в городе после расширения Московского кольца, не знают о построенном для них подземном переходе. Указатели для них не повесили. Вот они и привыкли к прямоходящим двуногим. То, что я годами пытался снять, километрах в десяти от дома, гораздо проще оказалось снять минутах в десяти, неторопливым шагом. Поэтому я почти не удивился, однажды ранней весной, увидев красавца прямо из своего окна. Теперь я наконец смотрел им прямо в глаза. И было видно, что в отличие от оленей, их взгляд какой-то непонятный, невыразительный. Я заинтересовался этим и выяснилось, что лоси плохо видят, полагаются на слух. Поэтому их зеркало души – это уши. Они у лосей как раз и выразительные, и осмысленные. Понимание приходит с опытом. Аппетит приходит во время еды. Олени и лоси уже не потрясают меня. Но ведь в лесу есть куда более скрытные, к тому же опасные звери – кабаны. Впервые в 2006-м маленький полосатый поросенок забежал мне прямо в катар. И это был один из случаев, крепко привязавших меня к лесу. Я думаю, что лес принял меня, если недавно подарил мне сначала вот эту встречу, тем более так хорошо подсвеченную. А потом и вот такую. Всякий раз, встречаясь взглядами с опасным зверем, не через решетку, а на его территории. Особенно, когда сам вооружен только видеокамерой и своей наглостью, ощущаешь себя как нельзя более живым. В лесу привыкаешь к определенной цветовой палитре. Синего, например, здесь не ждешь. Почему синие лягушки или стрекозы так привлекают внимание? Рыжего тоже, особенно весной. Естественно, когда метрах в ста мелькнуло светло-рыжее пятно, я не мог его не заметить. И, как не раз бывало прежде, замер, не веря глазам своим. Ведь лисица – это же не зверь, а сказочный персонаж. После этого уже не удивишься встретить здесь и бабу-ягу, и лешего. Лисичка в зимней шуме выглядит весьма изящно, почти как кошка. В это время она почти белая. По-настоящему рыжий, становится летом, но одновременно и худой, и облезной. Одним жарким летним днем я увидел вот такую сцену. Об этом я и мечтать не смел, ведь ничего более интимного в лесной жизни нет. Разве что роды могут с этим сравниться. Определенно, эти годы не прошли даром для наших отношений с лесом. Субтитры подогнал «Симон» Вы услышали мой рассказ, потому что я всякий раз благополучно возвращаюсь из леса в городскую сутолку. Иногда вот с такими замечательными трофеями. В результате такого длинного диалога с лесом или с самим собой, всякий раз вернувшись, чувствуешь себя немного другим человеком. Другими словами, вероятно, в лесу есть нечто важное для всех нас, и чего нам в городе не хватает. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»